Всем привет, я Монстровед. Сегодня нарисую одного интересного дракона. И кто же этот счастливчик? Все скрестите пальцы на удачу. И это Смертохват. Именно сегодня я, то есть Монстровед, буду рисовать этого очень опасного и крайне агрессивного дракона. Про Смертохвата я знаю много информации, хотя это и очень редкий дракон, и появился только в третьей части. Ну что же, перейдем к самому описанию этого интересного дракона. Мне, например, он очень нравится. И начнем со слова образования имени этого дракона. Слово Смертохват происходит от английского слова Death Gripper, что переводится как Смерть и Захват. При этом очень странно, но в русской локализации почему-то перевели как Смертолаб. Видимо, переводчики были неграмотны. Ну и о том, как выглядит этот дракон. А выглядит он, я бы сказал, жутко. Весь окрас черный и только брюхо кроваво-красного цвета. Я так думаю, это нужно для того, чтобы напугать жертву или для маскировки в ночи. Большие крылья, размах которых превосходит длину вместе с хвостом. Также на крыльях расположены зазубрины, как у пилы. Ровно между крыльями проходит ряд нечто похожего на смесь шипов и панциря. Хвост длинный и тонкий, но видимо сильный, так как на конце хвоста расположена шишка с ядовитым жалом. Там содержится весь яд дракона. О его действиям мы поговорим чуть позже. Лапы Смертохвата похожи на лапы сильных гончих псов. Дин де Блуа так и говорил, что в Смертохвате смешаны гончие псы, черная вдова, скорпион и дракон. Но и осталась морда. На морде глаза расположены очень близко к носу, как у скрилла. У них очень хорошее зрение, которое сочетается с отличным нюхом. Они могут почуять добычу за несколько километров. Во рту много средней величины зубов, которые дробят жертву. Но и это не все. Когда Смертохват захватывает жертву челюстями, у него выдвигаются клыки ужасной длины, и он просто насквозь протыкает дракона. Теперь про то, как этот дракон рождается и растет. В игре School of Dragons яйцо дракона большой и овальной формы. На нем беспорядочно расположены узоры из темно-синих, почти черных полос. А между ними разливается кроваво-красная марева. После этого дракон просто дальше взрослеет, но до самого взрослого состояния дорастают только самые сильные. Этот вид драконов крайне агрессивен не только к другим видам, но и к своему собственному. В детстве многие молодые драконы решают свои разборки поединком. Побеждают сильные, а слабые умирают. Все молодые особи следуют за одним альфа-самцом. То есть схема стаи больше похожа на львиный прайд. Один царь, много жен и подрастающее поколение. После того, как молодые смертохваты достигли зрелого возраста, они либо уходят и основывают новую стаю, либо пытаются сразиться с вожаком прайда. Тут два варианта. Либо молодое поколение побеждает, и все самки и управление стаей достаются новому вожаку. Либо старый и опытный сильный вожак убивает наследничка. Ну а сейчас вопрос. Какие есть у этих драконов сильные стороны и слабости? Давай сначала про сильные стороны. Во-первых, это, конечно же, залп. Он представляет собой не огонь, как у большинства драконов, а сильную кислоту. Эта кислота намного агрессивнее, чем разнокрыло. Она может за короткое время расплавить даже металл. Но еще у нее есть плюс. При соприкосновении с воздухом она воспламеняется и приносит больше разрушения. Вторая его сильная сторона мне очень нравится. Она очень разносторонняя. Сейчас поймете почему. Я говорю про его хвост с ядовитым жалом. Если он один раз ужалит кого бы то ни было, то жертва будет точно обездвижена. Если он ужалит во второй раз, то жертва точно умрет, какого бы размера она ни была. Ну а если он ужалит уже мертвую жертву в третий раз, то она станет ужасно ядовитой, и всякий, кто к ней прикоснется, будет заражен. Но почему же мне это так нравится? Подумайте сами. Дракон идет по полю боя, убивает врагов, одновременно берет некоторых в плен, обездвиживая их, и в это же время расставляет ядовитые ловушки. Это же круто. И третья сильная его сторона – это броня. Его защитное покрытие сравнимо с броней самого вопля смерти. Ну а сейчас, какие же у них слабости? Это на тот случай, если кому-нибудь из вас вдруг придет в голову бредовая мысль, и тебе захочется поймать свертохвата. Первую слабость практически все уже знают. Они восприимчивы к собственному яду. Об этом говорил Гриммель. Во-вторых, они очень любят саму охоту, поэтому сильно ее продлевают, выбивая из сил жертву. Тут стоит заметить, что все смертохваты исключительно каннибалы. И третья слабость – это молнии. Против них его броня не спасает. Ну а на этом, наверное, все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok